В Апатитах всем миром продолжают помогать семье, которую пожар оставил без жилья. ЧП, напомню, произошло рано утром, 31 июля. В квартире на проспекте Сидоренко, 14 огонь полностью уничтожил три комнаты. Сделать квадратные метры вновь пригодными для проживания очень непросто. Восстанавливать квартиру глава семьи начал своими силами. Его родных сразу после происшествия госпитализировали в больницу. Но в беде мужчину одного не бросили, подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Как идет ремонт и далеко ли до новоселья, узнала съемочная группа Народного. Новое окно. Это очередной, пусть и небольшой, но очень важный шаг к тому, чтобы в пострадавшей от огня квартире снова можно было жить. Самое главное – это шумоизоляция. Это тем более первый этаж, машины ездят, даже вопросов не возникало, чтобы поставить 72-й профиль. Ну, а во-вторых, это уже тепло. Хозяин квартиры Сергей Стрелковский, когда случилось несчастье, был на работе. А его супруга и двое детей спали. Причина пожара, как установили специалисты, короткое замыкание. Заискрила проводка, с потолка пошел дым и в одно мгновение огонь охватил стены. Сновец Сергея до сих пор в больнице. Помогают апатитской семье всем миром. В квартире уже есть свет, но впереди хлопот гораздо больше. Если работа предстоит по замене полу, замена отопительных батарей и так далее. Хотелось бы все это, конечно, сделать побыстрее, если, может быть, найдутся люди, которые согласны там что-то, чем-то на выходные помогать. Я буду очень благодарен. Семья Стрелковских будет благодарна любой помощи – материальной и физической. Нужны штукатуры, маляры, плотники. Словом, специалисты, которые помогут с ремонтом. Хочется поблагодарить всех тех, кто был неравнодушен к беде, которая случилась в квартире Стрелковских. Я знаю, что многие люди перечислили финансовые средства. Я знаю, что соцзащита помогла. Я знаю, что были волонтеры. Поэтому, ну, как мы всегда говорим, спасибо всем. Мир не без добрых людей. Связаться с Сергеем и узнать, какая помощь необходима семье Патичан, можно по номеру телефона, который вы видите на экране.